Один из первых рассказов, который предложили напечатать, ну так он и не был напечатан, я хочу вам прочитать, какова была наша жизнь в Советском Союзе. Но, вы знаете что, я пересмотрел некоторые рассказы, кое-что не изменилось, я вам должен сказать. Рассказ называется «Благодарность». Уважаемый товарищ генеральный секретарь, пишут вам благодарные жители города, в котором вы побывали с деловым визитом. Правда, вы только за три дня сообщили нашим городским властям о своем приезде, но даже за эти три дня они успели сделать для нашего города больше, чем за все годы советской власти. Во-первых, были покрашены все дома со стороны улиц, по которым предполагался ваш проезд. Но потом кто-то сказал, что вы любите отклоняться от намеченного маршрута. Представляете, это в советское время, меня четвертовать могли. И наши власти вынуждены были покрасить и остальные дома, причем так старались, что некоторые дома закрасили вместе с окнами. Во-вторых, все улицы к вашему приезду были освещены за асфальтированием, а зеленены. В ночь перед вашим приездом в городе было вырыто 360 подземных переходов. В магазинах появились продукты, которые мы в последний раз видели лет 20 назад, когда неподалеку от нашего города в нейтральных водах затонул английский рефрижератор, который вез эти продукты голодающим Африке. В-третьих, строителями, наконец, был достроен мост, о торжественной сдаче которого вам рапортовали еще в прошлой пятилетке. Но который, когда грянул оркестр и комиссия обрезала ленточку, осел и отчалил от берега вместе с комиссией. А строители те же остались, вот с тех пор. Наконец, дорогу из аэропорта комсомольские работники пропылесосили собственными пылесосами. Профсоюзные подмели лес в окрестностях этой дороги, покрасили в свежий зеленый цвет листья на деревьях и помыли югославским шампунем все памятники в городе. Причем памятник Менделееву был отмыт настолько, что оказался памятником Ломоносову. Конечно, не обошлось без перегибов. Например, в ночь перед вашим приездом зачем-то были проведены учения по гражданской обороне. Но сигнал тревоги испортился, а все противогазы оказались работой только на выдох. На вдох их надо каждый раз снимать. Наконец, прошел слух, что во всех городах вы любите посещать музеи и смотреть, как они содержатся. Тут же, по приказу заведующего отделом культуры, который занял этот пост сразу после окончания ПТУ при кирпичном заводе, экскаватором был снесен старый ветхий домик, в котором жил Антон Павлович Чехов. И на его месте построен новый дом, в котором он жил. А в скверике перед музеем был поставлен памятник Антону Павловичу Чехову, который сидит на скамейке с газетой в руках и с одобрением в глазах читает ваш доклад на последнем плену. Одним словом, спасибо вам за ваш визит. Наш город стал красивым, зеленым, благоустроенным. В соседние колхозы стали летать самолеты. И была, наконец, восстановлена телефонная связь с другими городами, которую немцы обрезали еще при отступлении. Конечно, после того, как вы уехали из наших магазинов, снова исчезли все продукты. Но за то время, что вы у нас были, мы набрали их на три года вперед. Поэтому очень просим вас, через три года приезжайте еще раз. Конечно, мы понимаем, вы очень заняты. Если не сможете приехать, хотя бы сообщите нашим властям, что приедете. И очень просим вас, пускай кто-нибудь из ваших людей пустит слух, будто вы лично любите ходить по всем домам и проверять, есть ли горячая вода. Очень хочется помыться.